Без дыма и без огня сложно представить, но бог войны, а именно так называют артиллерию, превращается в оружие диверсантов. Российские разработчики из Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» представили бесшумный миномёт. Пистолет Макарова, и тот стреляет громче. Как нижегородским конструкторам удалось создать чудо техники, расскажет моя коллега Мария Семёнова. Бесшумные пистолеты, винтовки, автоматы – это уже обыденность. В каждом спецподразделении есть такое оружие. Но российские разработчики из Цни и «Буревестник» решили пойти дальше и создали бесшумный миномёт. Выстрелы из миномёта 2Б-25 сравним только с выстрелом из автомата «Калашника» с прибором для бесшумной стрельбы. Разницу заметить несложное. Если выстрел обычного 80-мм миномёта способен оглушить человека на несколько часов, то рядом с 2Б-25 можно даже уши не закрывать. Такой эффект достигается за счёт особой конструкции оружия. В процессе выстрела поршень под действием пороховых газов начинает движение вниз, тем самым выталкивая мину. В конце выстрела поршень запирается в стрельке. А если пороховые газы остаются внутри мины, то нет ни огня, ни дыма, а звук выстрела практически не слышен. Противник узнаёт, что его обстреляли только когда вокруг начнут рваться заряды. Ещё одна важная особенность 2Б-25 – компактность. Сама установка и боезапас умещаются в два неприметных рюкзака. Разработчики шутят – диверсантов можно легко спутать с грибниками. Но только эта ошибка может стать фатальной. Грибники меньше чем за минуту развернут миномёт и организуют огневую позицию. Однако миномёт 2Б-25 – не единственная гордость Центрального научно-исследовательского института «Буревестник». Этот СНИ отвечает за разработку почти любой артиллерии, как сухопутной, так и морской, а также системы их обслуживания. Вот этот тяжёлый труд в скором времени должен уйти в историю. В войска поступает новая машина по обслуживанию танков. В ней есть всё необходимое для тестирования электроники боевой машины и даже автоматическая мойка для ствола. Механически очищаются любые самые загрязнённые стволы. Причём на это тратится ограниченное количество времени, до 10-15 минут. И ствол блестит как новый настолько, что он уже там чистым белым платочком остаётся протереть его только. Но просто помыть ствол мало. Только эта машина обладает уникальным устройством – зонт, который проверяет состояние танковой пушки. Андрей Алексеевич, можешь запускать. Автоматически проходит весь ствол и в заданных сечениях примеряется и непрямлиненность, и износ. Через несколько минут командир танка получает диагноз. К примеру, пушка искривлена, поэтому целиться нужно немного правее. Стратить снаряды и пристреливать орудия заново уже нет необходимости. Удобно обслуживать непосредственно в войсковых условиях. Когда машина подъезжает к танку, его обслуживают на огневой позиции в парке в любом месте. В эпоху высокоточных ракет, лазеров и электромагнитных пушек артиллерия не потеряла своей актуальности. Миномёт 2Б-25 должен занять своё место в арсеналах спецподразделений. А танки и САУ ещё не один десяток лет будут основой любой армии. Это значит, что им потребуется машина обслуживания.